Добрый день! У нас в гостях автор этой книги. Наша коллега, журналист, блогер, искусствовед. Много, наверное, можно перечислить ваших ипостасей. Наверное, следует упомянуть, что вы являетесь номинантом премии «Просветитель» в 2018 году. Итак, уважаемые друзья, с большим удовольствием представляю Софию Багдасанову. София, добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте вас приветствовать! Скажите, пожалуйста, мы начинаем рассказ об этой книге. И позвольте первый вопрос. Что же вас, журналистам, побудило написать эту книгу? Почему именно выбрана часть, связанная, криминальная история искусства, связанная с русским искусством? Ну, я работаю вместе с микрофоном. Так, нормально? Чуть-чуть. Здравствуйте! Я работаю журналистом много лет. Я работаю сейчас в Art Newspaper. До этого работала в Реоновости, в других изданиях. И я веду блогов искусства, которые пользуются большой популярностью людей. И как журналист, и как автор блога, который постоянно имеет большой контакт с аудиторией, я понимаю, какие темы очень интересуют людей. Их интересует то, что Попая постоянно попадает в новости. А в новости, к сожалению, очень часто попадает плохое. Скандалы, вандализм, кражи произведениями искусства. И мне захотелось почитать какую-нибудь книгу, в которой бы рассказывалось о том, как у нас в России с этим обстоит. Я начала искать такие книги. Оказалось, что книги, которые были бы посвящены исключительно русской проблематике, не существуют. То, что существует, даже созданное российскими авторами, это компиляции, в которых собраны иностранные истории, и немножко наши. И поэтому пришлось самой писать такую книгу, в которой бы прослеживалась история наших злоключений, начиная с эпохи Екатерины Великой. Тогда продолжение. Скажите, пожалуйста, эпоху Екатерины Великой, до наших дней, почему выборка именно за этот период? И что было, каковы источники, откуда вы брали информацию, связанную с криминальной историей? Я взяла временные границы, начиная с конца XVIII века, потому что Петербург, потому что Екатерина Великая – это основательница Эрмитажа, то есть как бы верхней границей своего хронометража я взяла основание самого большого музея в России. Можно было бы взять кунсткамеру для Петра, но все-таки там не изобразительное искусство, там немножко другое. И создавая свою летопись, хронологию преступлений и скандалов, я взяла верхнюю границу основания Эрмитажа, потом следующее событие – это затонувший корабль, на котором Екатерине везли вещи для Эрмитажа, и далее следующее с XIX, XX и вот в XXI век. На какие источники я опиралась при создании своей книги? Мне очень помогло, я очень много брала публикации журналистов. Например, если брать одно из любимейших сюжетов, которые в этой книге пользуются самой большей популярностью, это «Ночь музея в Павловске», вот эта глава прямо начинается со фразы «Как сообщать фонтанка». То есть опираясь на работу, которую делаете вы, журналисты, петербургские журналисты, сочиняя, добывая информацию о преступлениях в музеях, я вот, собственно, собирала информацию. Я программно не копала более глубоко, то есть я не брала уголовные дела, но зато я беседовала со свидетелями каких-то преступлений советской и позднесоветской эры. И также в моей книге есть несколько анонимных интервью людей, которые занимаются арт-бизнесом. У меня есть интервью человека, который занимался под созданием отделок, в том числе он описывает, как он приезжал в Петербург и как здесь вступал в общение с группировками, которые это немножко курировали. У меня есть интервью с человеком, который занимался акционами, который занимается экспертизой, вот такие вот вещи. Спасибо. И когда вы работали над этой книгой, каков же вывод, в чем отличие, собственно, тех преступлений, которые касаются сферы искусства, от преступлений, совершаемых за рубежом? В названии моей книги «Воры, вандалы и идиоты», как мне уже пошутили в музейном сообществе, это такой парафраз знаменитой книги «Боги, гробницы, ученые». То есть, если знаменитая немецкая переводная книга рассказывает нам об археологии и о том, как это искусство входило в жизнь современного человека, моя книга «Воры, вандалы и идиоты» рассказывает о том, какие ужасы соприкасаются с искусством сейчас. То есть, к сожалению, искусство невозможно оценить непредвзятых. Вот это вот все, все преступления, они портят его. И кражи, и необходимость реставрации после вандализмов и краж. Может, вопрос повторить, я вас забыла. В чем отличие криминальных историй, связанных с российскими, в России от страны Европы? Да. Ну, собственно, поэтому появилось слово «и идиоты». Потому что выясняется, когда собираешь очень много информации, очень много статистики, а куча, что премии подряд, оказывается, что у нас, конечно, во всем в очень многом виновата пьянство. То есть, самыми умными преступниками, которые занимаются преступлениями в сфере искусства, являются поддельщики. То есть, люди, которые создают поддельное произведение искусства. Они самые хладнокровные, самые умные, самые рассудительные и делающие самую большую подготовку. Воры гораздо меньше готовятся, и очень часто в России все это делается с кондачика на трапом. Ну, а вандализм, как вы сами понимаете, это вообще люди в состоянии аффекта. На Западе воры, по большей части, они есть и такие внезапные, спонтанные, есть и более планирующие преступления. Еще на Западе есть преступления, которые у нас, слава богу, пока не появляются, я надеюсь, не появятся. Это когда крадут произведения искусства, и потом их предлагают за выкуп. Это называется артнеппинг, да, как киднеппинг. Пытаются получить выкуп у музеев, у страховых компаний, у частных владельцев. Вот этого у нас нету, слава богу. Еще на Западе распространено сильно, что произведения украдены, они становятся залогами в сделках махии, причем залогами при торговле наркотиками. Совершенно какие-то несообразные вещи. То есть трудно представить, что картина Вермеера, долгие годы, вот она была отдана торговцу наркотиками, как залог за сделками. У нас, слава богу, но я надеюсь, по крайней мере. Больше скоро мы имеем такую яркую особенность, связанную с пьянством. На Ваш взгляд, когда Вы работали над этой книгой, какая самая невероятная история, или история, которая Вас саму поразила, история преступления, связанная с искусством? Две самые показательные истории. Это как раз достаточно свежие. То, что произошло в Павловске, когда человек забрался ночью в дворец, заснул в пьяном виде и наутро был арестован на Невском. И вторая история, это история январская этого года, когда в Третьяковке был украден Куинджи из русского музея, когда человек вошел, взял, оставил отпечатки пальцев на раму, ушел, и наутро его арестовали, картину нашли. Самое глупое преступление 21 века. То есть с этой историей Куинджи связывают какие-то концептологические теории, но важен сам факт, что как это произошло? Пришел, увидел, победил. Это поразительно. И это показательно, вот собственно от этих двух историй родилась идея, концепция этой книги. Ну, это 21 века, а на самом деле очевидно, что все эти преступления, неважно в каком веке они совершались. Скажите, пожалуйста, ну вот поподробнее теперь, наверное, о том, как построена, собственно, эта книга. Я довольно бегло с ней имела возможность ознакомиться, и здесь нужно выделить отдельные главы, которые вы обозначили как «Байки», есть интермедии, и есть новеллы, созданные на тему преступления. Вот поподробнее, пожалуйста. Почему именно таким образом сложилась эта книга? Мои книги имеют трехчастную структуру, то есть рассказы трех жанров в ней перемежаются. Костяк составляет новеллы. Это 9 рассказов, в которых я рассказываю о самых главных преступлениях, которые являются вехами для истории русского искусства. «Даная Эрмитажная», «Репин Иван Грозного», «Фальшивый Фиберже», то есть такие столпы, без которых нельзя обойтись. Эти истории даже входят в иностранные компиляции рассказывающих об истории арт-криминала. Я первый раз собрала все эти истории вместе, и вот у меня получилось 9 больших историй. Эти истории специально, чтобы не было скучно читать документальную прозу, рассказывающую, вот человек взошел туда, взял туда с ним, украл туда. Я специально это написала в жанре, используя язык сатиры, то есть это стилизации и немножко пародии. Например, рассказ, который посвящен тому, как в конце 19 века одесситы создали фальшивую тяру скифского царя золотую и продали ее в Лувр, я специально написала, стилизуя под язык Бабеля, как это делалось в Одессе. И это на самом деле была большая борьба, потому что я снимала языковые хальки Бабеля и вставляла это в прямую речь на тех поддержщиков одесситов, а потом за этот текст взялся корректор. Как бы потом за ним вылавливали, потому что он поправил весь одесский говор, все те, кто хочет и что. Он это поправил и сделал правильную обратно русскую речь. Мы это вылавливали обратно, чтобы в рассказе была вот такая специфика. Другой рассказ, который посвящен Академии художеств, Музею Академии художеств Катибургскому, я в формате шутки придала с логикзаметра. Получилось все-таки забавно, мне кажется. Есть рассказы, стилизованные под псевдой Хармса, анекдоты, приписанные Хармсу. Вот как-то вот так вот. Есть рассказы, стилизованные про кулинарную книгу. Это глава, посвященная яйцам Феберже. Это, значит, треть. А вторая треть это как раз те анонимные интервью, которые мне давали ныне живущие люди, рассказывающие о проблемах с современным арт-рэнком. То, как делаются подделки, то, как обманывают экспертов, то, как эксперты становятся продажными, то, как мошенничают художники, как мошенничают потомки художников, впаривая произведения ненастоящие, которые приписывают своих родителям. Вот какие-то такие истории. Поскольку все мы существуем под угрозой судебных исков всегда писать кое-что многое, перемен текстом, что художник такой-то создал картину, подделку другого художника такого-то. Это было продано в таком-то году. Я не имею право так писать, потому что у меня нет доказательств, ни документов. Но истории при этом все ошеломляющие. Поэтому я приняла решение вот это вот интервью, которых подать специфически. Я называла это байки. И я специально говорила, что все имена конкретных художников, конкретных коллекционеров и названия музеев изменены, чтобы не было претензий. Но при этом в совокупности все эти истории создают достаточно ошеломительную картину того, как у нас на теневом рынке все это достаточно своеобразно и по понятиям странно несложно. Это вторая часть, вторая треть книги. А третья часть книги, которая называла интермедиа, это совершенно нормальные журналистские статьи, которые я специально писала нейтральным тоном, чтобы раздавить все эти хопнички. Некоторые из этих статей выходили раньше за моим авторством в других изданиях и в периодике. Спасибо. И продолжая разговор, вы только что и в своем разговоре упомянули, и в нашей беседе, в которой мы предваряли встречу, вы говорили, что довольно много общались и с подельщиками, в том числе, картин. Вот скажите, пожалуйста, подельщики картин, какие произведения наиболее часто поделываются? Что происходит на рынке? Есть одна константа, которая всегда как маленькое черное платье от Шанель, всегда остается в тренде. Это картина Айвазовского и Шишкина. Их всегда подделывают, начиная с XIX века и продолжают постоянно, то есть это всегда пользуется спросом. Остальные вещи имеют свои волны, приливы, отливы. Например, существовала мода на создание подделок авангарда, которая была связана с тем, что у покупателей в России было очень много денег, и они готовы были вкладывать деньги в такие авангардные знаменитые вещи знаменитых художников. Потом, когда случился экономический кризис, и вот эта покупательская способность людей, которые собирали авангард, уменьшилась, одновременно в этот же период произошло осознание покупателей о том, что авангард намного фальшива. Вслед за этим пришла другая мода, которая связана с делом Преображенского, это Преображенский, описано в моей книге, и делом, когда на аукционе в Сотбес продали фальшивую картину, пытались продать фальшивую картину Шишкина. Это называется перелицовка. Перелицовка это, когда берется дешевая картина европейского художника XIX века, и к ней делается фальшивая подпись русского художника того же периода, но гораздо более дорогого. Стилистически они могут быть очень похожи, например, Шишкин, представитель диссельдорской школы пейзажа, и датские и немецкие представители той же школы, все ездили в диссельдорс учиться, они стилистически в некоторых которых очень совпадают. И это было нулевые годы, было выдано государственной институцией много заключений о подлинности этих картин, потому что они были реально подлинными, реально XIX века, и осознание, когда эксперты догадались вот об этом механизме мошенничества, это фактически обрушило рынок антиквариата на некоторое время. Вот, потом закончилась эта волна вот на эти прилицовки на выдавание картин европейцев за Россия. сейчас, как мне рассказывают, идет такая история, что она художником продает вещи художников, отличающиеся стилистически под лозунгом «это его ранний период», это не похоже на его типичный, это вот его ранний период, это его чудо, вот как-то вот так вот. Но тоже продолжает быть в моде такой XIX век, авангард уже не популярен как-либо среди поддержек. А скажите, пожалуйста, а насколько вот открыты эти поддержки? Ведь понятно, что в их мир как-то войти очень сложно. Как вам удается с ними взаимодействовать? Тем более, что они знают очевидно, кто вы и чем вы занимаетесь? Не могу сказать. Это ваш секрет, конечно. Спасибо. А, хотела отметить, здесь вот эти все интервью, они снабжены специальными рисунками, рисунки, они изображают меня в карикатурном стиле, в стиле Биттрупа, беседующими с теми людьми, которые дают мне интервью. Люди, которые дают мне интервью, они, естественно, изображены не портретно. Я давала заказ художнику со словами «Вот тебе персонаж, это должна быть женщина-искусствовед, возраст от 30 до 70 много персонажей». И на основе этого она нарисовала персонажа вот этого, например. Мне потом самое интересное, что мне потом говорят, «А мы знаем, кто тут изображен тебя на картинке, это весьма узнаваемый эксперт». Я говорю, «Нет, это просто художник у меня провидец». Специально для этой книги иллюстрации в стиле Биттрупа, как мне нравится, я прочитала эту рецензию, выполнила художница Мария Пономарёвая, она иллюстратор, она делает обложки, делала обложки для Димова, сейчас, по-моему, Елук-Яденко делает, то есть она художник-график. Спасибо. Скажите, пожалуйста, когда, к сожалению, очевидно, такие случаи есть, когда в криминальную историю вовлечены представители музейного сообщества, можно ли назвать их вандалами-идиотами, касается ли эта формулировка собственно профессионалов, и есть ли такие истории в вашей книге? Вы знаете, вы сейчас спросили, я понимаю, что как-то, наверное, подсозначенно я таких историй по большей части избегала, то есть, например, я упомянула историю Завадского Эрмитажа, но я не стала делать из нее отдельный рассказ, потому что, как я понимаю, моей сверхзадачей было снять романтический флёр вокруг преступлений в арт-сфере, потому что большинство публики, они вот посмотрели, как укрест миллион с Петер Матулом, посмотрели старики-разбойники, посмотрели там аферы Томаса Крауна, у них в голове образ, что вор преступлений искусства это такая романтика, интересно, здорово, а я, наоборот, пишу о том, что это все равно преступление, и что истинные герои это не человек, который крадет картину, истинные герои это реставратор, который потом получает в виде скомканного, и потом тратит 2, 3, 5, 10, 12 лет на то, чтобы привести эту картину в какой-то приемлемый вид, причем не всегда ему это удается, то есть, например, бассейн удаленный из Эрмитажа украденной, его сложили в четверо, и сейчас, если смотреть, виден как будто крест на этой картине, на золоте отсвечивает, поэтому я специально уделила большое время много мест людям, которые спасали, найденные, специально называла фамилия реставраторов, в том числе многих петербургских реставраторов, специально писала именно то, сколько времени уходит на то, чтобы спасти, то есть, украсть полчаса, реставрировать 2 года, и иллюстрации, которые есть в этой книге, это, помимо рисунков, это иллюстрации, репродукции картин украденных в здоровом виде, каждой продукции картин в Стравуме, и специально я попросила издательство купить хроники, ТАСС, Реаномости, рестораторов с их работой, вот это те иллюстрации, которые у меня есть, то есть, вот, и я, я хотела музейных работников все-таки с другой стороны показать. Спасибо. Наверное, уважаемые коллеги, время вам присоединиться к нашему разговору, и я предлагаю, первый вопрос, будьте любезны, пожалуйста. Елена Медведева, Новости радио России, а тут в сфере архитектуры, да, есть ли у вас какие-то примеры, потому что сейчас участились случаи просто порчи при реставрации зданий и каких-то новых элементов декора, когда земли и революции. Тема архитектуры я не касалась, в мое сердце было бы просто полностью разбито, это все ужасно. Нет, я спрашивала только на Станковом, на Станковом и на ювелирке, декоративном прикладном. А можно еще какие-то примеры привести от наиболее нелепых, может быть, или каких-то наиболее поразивших вас случаев? Поразительный случай, который я только упоминаю в своей книге, но не развивая его специально, если бы второй том я сделаю из этого рассказа, это как из Пушинского музея в 20-х годах вор упрал пять произведений, включая Рембрандт и Тициана и Пизана. Эти картины искали, их нашли спустя несколько лет и вор он их закопал в жестяных бидонах в земле. И есть совершенно потрясающее воспоминание реставратора Пушкинского музея как он приходит в органы они ему говорят мы нашли вашу пропажу они достают бидон ставят и вот достают из бидона а там такие скомканные тряпочки холста и с них стекает такая силиси и вот представьте чувство реставратора когда они говорят а вот это Тициана там было пять указанных картин по-моему несколько картин удалось отреставрировать Тициана картина называется «Все человек» его просто законсервировали и картина в 1931 году и ее законсервировали и сделать с ней ничего было нельзя и технологии реставрации этой картины нормальной появились только сейчас то есть в 2016 году Пушкинский музей представил результаты какие-то пронежуточные реставрации вот этой картины смотреть на нее тяжело видно что она ветеран но вы представляете сколько лет эта вещь лежала в фондах музея лежала на столе лежала в консервации и как с ней сколько с ней чувств связано спасибо коллеги пожалуйста следующий вопрос прошу вас скажите а вот какова цель была вообще вот сверхзадача написания этой книги донести до общественности всю абсурдность вот этого или уже надо воровать с умом то есть что вы хотели этим сказать апеллируете вы к тем кто этим занимается или вот ко всем остальным летом мне кажется те кто этим занимается они книжки не очень читают я понимаете тема криминала в искусстве она в советскую эпоху практически не освещалась потому что ну это нехорошая тема но в современном нашей мире когда так много вещей в частных руках вот эта теневая страна она существует параллельно с лицевой и взаимодействуют они с друг другом то есть нельзя понять свет не понять тьму то есть то к чему апеллирую это к тому что это зло это зло то есть и это глупость которая ведет козлу как-то вот так вот и над ней надо замеяться ну ее не надо романтизировать а смех это один из способов снятия какого-то романтического флера мне кажется так спасибо да пожалуйста следующий вопрос Марина Лориона поживой журнал вы не могли бы несколько слов сказать о себе о своем образовании с чего вы начинали работали ли вы в музее какая-то книга по счету я так понимаю что это не первая и пользуются ли они успехом и вот интернет-издания вы на них какую-то надежду возлагает это просто как бы реклама ваша или какие-то другие ну живой журнал и антекс дзем вот эти вот я закончила эскфаком гу отделения искусствоведения и я занималась западноевропейским искусством после этого я работала в журналистике уже больше 15 лет в социальной сети у меня тоже в Тимиростоке живой журнал на 14 лет по-моему и я очень благодарна за то, что он меня поддерживает анонсирует там очень хорошая аудитория то есть это та социальная сеть в которой осталась определенная категория аудитории которые умеют читать большие тексты на нее принято жаловаться на живой журнал но просто жалуются тех кто не умеет банить значит это книга третья первая книга называется омерзительное искусство она как раз была написана по материалам блога в живом журнале примерно половина половина нового было текстов но как раз она попала в лонг лист премии просветителя дальше не прошла шок-лист потому что была страдающей сурнерковой она выиграла вторая книга это про иконографию апокалипсиса то есть я взяла книгу откровения Анны Богослова и издала ее как о любом снабдив иллюстрациями да и искусство творческих комментариев то есть первая книга веселая и хоплочки вторая книга это совершенно нормальная искусство творческая книга которую студентам на первом курсе обязательно надо считать что не понимает христианское искусство меня очень многие за первую книгу и ругали очень резко и очень наоборот резко хвалили то есть она вызвала дикие полярные мнения там действительно много всякого страшного то есть там про каннибалов в древнегреческом искусстве трансвеститов ну вот такой вот древнегреческой мифологии такое вот искусство Робинс про это много рисовал что-то игнорировать что-ли вот соответственно вторая книжка научная третья совмещает как-то и документалистику и юмор ну не юмор а способ изложений спасибо пожалуйста следующий вопрос на телевизор Марина еще уже на огонек Софья скажите пожалуйста раз уж вы познакомились вот этим теневым миром теневого арт-бизнеса скажите пожалуйста что объединяет этих людей какие у них судьбы как они приходят вообще к преступлению и что что их связывает деньги объединяют любовь по деньгам да но вот вот эти вот вот эта категория людей которые вдумчивые там многие приходят через антиквариат через скупки вот через такие вещи они образованы? нет не обязательно нет они есть как бы есть рукастые люди да то есть ремесленники выпускники художественных училищ юбилеры в советское время была популярная тема что ремесленники делали ювелирные изделия и они не знали что их изделия клеймят как фаберже и продают как поделку да то есть когда их брали и судили то вот этим вот ремесленникам было меньше приговар потому что они типа работали в темное потом есть люди которые скорее можно назвать продюсерами то есть которые нанимают этих ремесленников скупают фаншивые клеймы фаберже то есть вот это вот делают делают бизнес ну как бы это бизнес то есть больше нужен организационный да спасибо если позволите в продолжении если этих людей объединяет любовь и страсть наживы любовь к деньгам то в таком случае вот тот случай о котором мы сейчас рассказывали когда произведение искусства украдено оно хранилось в какой-то банке практически было уничтожено но при этом не принесло никакого дохода этому грабителю в чем же смысл ну вот я бы распешу а чем же так трудно зарабатывать на этом потому что вот эта категория как раз воров воры они были спонтанты то есть вот они украли то что плохо лежит а дальше что с ним делать оно не очень понятно то есть знаменитая история с пражей картины Хальса из Пушинского музея про который снят фильм эту историю я тоже описываю в своей книге там уже по заказу ну я здесь вот читаете посмотрите там есть разные версии то есть там есть версия которая подана через кинематограф как официальная а есть версия которая подается вот сейчас как официально документальных фильмов которые начали снимать в 2000-х годах там несколько документальных фильмов которые интервью дают работники органов и искусствоведы и эта версия если ее слушать внимательно она в ней есть дыры да и есть еще третья версия которую я бы восстановила на основу бесед с людьми разными так вот важен сам факт что тот человек который украл Хальса Святого Луку он год с ним не мог ничего сделать то есть он просто лежал на него запечкать в свернутом виде он его украл да но что делать дальше он с ним не мог не мог понять спасибо мошенники которые поднимаются поделкой они более умеют планировать то есть разные категории людей разные категории преступлений то есть если формально говорить то мою книгу надо назвать воры вандалы и подельщики но и подельщиков я вычеркнула из заглавия потому что красивее а идиоты это скорее обменят двухлюдочей категории то есть вот воры и вандалы как-то вот так вот спасибо да пожалуйста следующий вопрос петрова елена радио петербург будь любезна пишите ли вы о тех людях которые разыскивают есть же целое подразделение в полиции о их героической работе нет мне ближе рассказывать о людях которые восстанавливают но хорошо они работают находят находят но понимаете тут же еще связано с тем что у нас у нас сейчас полиция имеет как-то вот она находится в стрессовом состоянии да есть люди которые активно дают сейчас этот район бывший полицейский мне кажется не очень стоит писать в слов все что они говорят да то есть а потом это был бы жанр уже полицейского и милицейского детектива мне это не хочется сделать потому что милицейские детективы поиск активных много популярных жанров спасибо коллеги еще да пожалуйста добрый день Татьяна Бушманова скажите пожалуйста вы описываете здесь преступления и последствия высказываете ли вы какую-то свою собственную точку зрения на это происшествие допустим вот то что у нас в русском музее Христос во гробе происшествие понятно то что у них искусствоведы их тоже неизвестно как получилось все остальное то есть вы просто констатируете факт или вы где-то высказываете свое мнение относительно того что произошло ну вот как раз для того чтобы иметь возможность высказать свое мнение я и выбрала такой необычный жанр текста авторский то есть как бы я беседую с читателями и прямо говорю что вот рассказ про Даная в Эрмитаже я пишу что мне тяжело об этом писать это ужасная история то есть хотя вот моя книга наполнена шутками но есть темы на которые даже я не могу шутить вот это вот те которые новеллы а другая третья это журналистские расследования которых я специально не высказывая никакой точки зрения описываю только факты то есть это такой прием чтобы юмор не шел подряд не передался и чтобы был такой душакой и люди могли сами оценить эти истории потому что некоторые истории вот как с Павловском там не надо ничего специально шутить она сама по себе эта история потрясающая спасибо коллеги если да пожалуйста Лизата Терешкина цветовая культура рассматриваете ли вы телевизионный вариант поскольку столько всяких рисунков ну документалистики мало в этом прямых имен прямых каких-то таких вещей или все-таки такой вариант возложен это было бы интересно но понимаете тут есть такая тонкость что музеи не любят вспоминать о своих бедах то есть когда пушкинские музеи вот картина Харриса украли когда снимали этот фильм пушкинский музей даже писал специальное письмо в министерство чтобы в фильме не фигурировал ГМИ и действие фильма происходит в каком-то абстрактном музее и не называется ни разу его название а на стенах есть просто репродукция даже из лондонских и немецких музеев то есть по картинам не опознаешь и музеи конечно делают документальные дают возможности делать документальные фильмы о своих бедах но не очень любят они делать спасибо еще на вопросы Валанна у нас ведется запись большая просьба в следующий раз подходить к микрофону да пожалуйста вы просто сейчас в своем разговоре как-то обозначили что если будет второй то то есть все далеко наверное не полная картина здесь представлена вы знаете что значит это рассказы а потом я сделала как приложение просто летопись событий каждое событие по одному абзацу и там получалось у меня 20 страниц то есть можно взять 20 страниц просто перечисления и там прямо в фронтическом принципе перечислены все скандалы и все странные истории которые связаны с искусством я не знаю может быть мне бы хотелось сделать второй том но я сейчас не знаю я иногда сейчас думаю о какой-то более наученной книге чтобы чередовать спасибо а скажите пожалуйста есть ли в этой книге какие-то истории которые были связаны ну с вами лично может быть истории с которыми вы соприкасались будучи журналистом ну на местах я не работала но вот моя подруга которая корреспондент ТАС в Москве во время картины такой же скандал она непосредственно все эти сутки была там на месте и сама все это передавала то есть ее корреспонденция она прям готовая шла-шла я более такой сидячий человек то есть я как выпускающий редактор ко мне эти новости все приходили то есть я не ходила я выпускала редактировать вот так спасибо коллеги да пожалуйста прошу вас немножко ваше собственное мнение как вы относитесь мягко выражать пиару на костях то есть вот после кражи Куинджи Третьяковка запустила очень много пиарации которые увеличили проходимость когда вернули Куинджи в русский музей они тоже тут же выпустили серию сумок там халаток не знаю зонтик чего-то вот как вы к этому относитесь знаете давайте посмотрим с такой точки на время если бы у нас не было распоряжения министерства по увлечению посещаемости и приемности музея шла-шли бы музеем такое я думаю нет это ужасно да спасибо коллеги продолжаем на самом деле конечно очень сложно задавать вопросы книгу но издательство по самому вообще по самой идее да пожалуйста ваш вопрос то есть посягают на святое то что в общем достояние народное особенно когда крадут из музеев то это в общем ну и попутно с тем считаете не считаете ли вы что какие-то обнаруживают каждые кражи какие-то слабые места вот в охране музеев в частности вот эта вот картина Куильджи там же обнаружилась в общем полная неспособность защититься от такого очень решительного может быть и спонтанного в конце концов как я поняла достаточно точно так и не выяснили было это спонтанно продуманным почему-то задание или это просто человек не совсем здоров в третьей категории относится я пытаюсь проводить какое-то сравнение то есть вот когда было нападение на Данаю в Венграде в этот же период в Европе было несколько очень крупных нападений тоже кислотой на Ренбург уже на другие картины и это было эпидемия нападения а потом выяснилось что это был один и тот же человек которого ловили и отпускали то есть наше правосудие карательное оно поймало этого человека и посадило ему психушку надолго-долго в Европе этого человека ловили сажали давали ему год-два выписывали вы признавали его здоровым он опять выходил и опять нападал то есть проблема не то что у нас музеи какие-то слабые это происходит во всем мире во всем мире музеи сталкиваются с вандализмом сварания и защититься от всего невозможного знаете каждый раз какой-то конкретный музей Традюковка начала привинчивать картины такими большими шрубами на цепочке но пока везде залог не подстенешь невозможно то есть вы хотите сказать что этот литовец который облил Данай уже что-то делали в Европе нет нет вот параллельно в те же годы его сражение другие люди были его сражение один человек который прям у него была серия он был 56 картин испортил но не в России его 5 или 6 раз ловили отпускали ловили отпускали ему давали там амнистию его признавали здоровым то есть там были какие-то очень такие странные приговоры что здоровье человеку оно ценеет чем произведение искусства и какие-то такие разные вещи спасибо все музеи во всем мире с этим сталкиваются коллеги да пожалуйста прошу вас ваш вопрос скажите пожалуйста вот история с Баснер она скорее всего в книгу не вошла а что вы вообще думаете по поводу этого история с Баснер упомянута в приложении как знаковое свободе естественно но без каких-то оценочных факторов так же как совсем свежая история на ней качается приложение с Малевичем который оказался его ученицей ну что тут сказать суд вынес свое решение писать свою точку зрения и я не желаю спасибо продолжаем да пожалуйста не видела Алиса вот как раз история в Гарине вот вы знаете такое впечатление сложилось что эту работу на глазах у всех изъявили сложили и долго находились там спокойно мы же вот как-то вот действительно вы говорите что человеческая жизнь ценнее так решилась вот за рубежом но и здесь тоже что произведение искусства собственно беззащитное и цены получается не имеет вот так вот сложили а как это восстановить там вторую задницу вопрос сейчас вопрос вы уже ответили вы подтвердили да вы считаете что скорее всего вот эта вот точка зрения сейчас преобладает у тех кто покушается у тех кто покушается понимаете вот эта история с Куинджи то есть мы ее читаем она как-то абсурдная возникает принципиологическая история теория а вот у меня открыла файл у меня там все по годам расписано один, два, три, четыре и там постоянно вот такие истории шел по улице увидел второй симузей залез в окно взял картину отнес ее в лоббар в Болгарии человек пришел на выставку верщанин унес картину отнес его лоббар за 25 евро то есть вот такие вот спонтанные кражи просто людей которые ушли бы так увидели сумочку они бы так же бы взяли сумочку понимаете то есть когда вот этих дел накапливается очень много возникает ощущение что не может же это все быть конспирологией не все же может быть по заказу каких-то тайных коллекционеров просто это плохо лежит а это пошел человек который умеет привычку брать все, что плохо лежит и когда вот в русском музее украли вооруженное нападение этюд Боба и Перова еще один этюд какой-то был этюд как стройки две картины 90-е годы там даже отстрелились почему Перова почему непонятно можно потому что они просто были маленькие можно и какие-то другие причины то есть это очень странная логика и непонятно вообще почему так происходит ответы на спасибо и позвольте тогда продолжение два вопроса как вы считаете в связи с тем что такие спонтанные кражи происходят довольно часто меры безопасности которые осуществляют музеи насколько они обеспечивают сохранность вот эти меры безопасности когда так называется защитят одиготы есть такое выражение да они должны быть особенно в тех музеях в которых огромный поток огромный толпы но в целом вот как вы считаете достаточно ли делают наши музеи для того чтобы обеспечивать они стараются стараются ну конечно когда у тебя что-то крадут ты после этого начинаешь сильнее сторожить и второй вопрос сейчас уже несколько раз возлучало на этих вопросах наших коллег как часто на фоне вот этих спонтанных краж появляются все-таки случаи связанные с определенным заказом можно ли ну как-то процентно на ваш взгляд оценить ну вот эти хитроумные кражи они на то и хитроумные чтобы их процент скрывался да то есть хитрые поступления их труднее вскроить мне кажется это даже больше не из музеев а вот когда налетают на особняки каких-то там богатых людей и оттуда выносят коллекции это в одно время было достаточно распространено причем эти коллекционеры бизнесмены у них были очень плохие вещи купленные на мировых акционах то есть как бы гарнированные типа подлинные вот эти выступления конечно вооруженные грабежи налеты они более запланированные то есть четко люди шли чтобы получить прибыль спасибо коллеги если позвольте тогда продолжение того что вы сейчас сказали скажите пожалуйста как вы считаете 90-е годы в период накопления капитала в том числе и накопления антиквариата очень многими новыми русскими как тогда их называли вот как они повлияли на криминальную историю искусства был ли всплеск можно ли констатировать и как это происходило и обозначено ли это каким-то образом в книге это происходило и как раз тогда были случаи того что сейчас у нас слава богу нету то что на западе есть это когда вооруженный налет с оружием вот это были случаи сейчас это уже перешли обратно в более тихой стадии в эпоху накопления капитала еще показательные такие вещи это когда человек начинает собирать коллекцию он художественно не подкован и он собирает совершенно разношерстную коллекцию грубо говоря вставляет в собняк то есть он там может покупать какие-то резонансные вещи на мировых аукционах а какие-то вещи будут абсолютными фальшаками какие-то принесли знакомые как подлинник Малевича то есть вот то что недавно была передача коллекции булок которая несколько лет хранилась здесь в Петропавловской крепости которую нашли это была жена министра подмосковного их заочно судили конфисковали ему что-то там куча миллиардов у нее была коллекция эту коллекцию пытались вывезти через Финляндию в вагонах эти вагоны нашли арестовали и там 400 картин передали в Петропавловскую крепость она там хранилась вот сейчас это передали в музей Новый Иерусалима то есть конфискат как возмещение убытков нанесенных этим подмосковным министром и вот сейчас в музее Нового Иерусалима эти вещи приняли это обстановка богатого особняка то есть то что там висело картины там какое-то серебро вазы но при этом картины есть кончаловские настоящие а есть совершенно поддельный фальк то есть какие-то совершенно разные накопления капитала и такое странное составление коллекции абсолютно бессмысленное спасибо коллеги да будьте заданы пожалуйста скажите пожалуйста сейчас вот некоторые искусствоведы считают что если вот такая подделка что тяжело отличить от настоящего произведения то может быть и по цене и ценится она должна так же как настоящая то есть вот сейчас Леонардо да Винчи был выставлен да Иисус мы не знаем это настоящая картина или нет но при этом она уже где-то в музее побывала как вы считаете надо ли их приравнять или нет но спаситель мира там отдельная история она конечно настоящая только не факт что она именно Кистеляна Абадовича то есть это вопрос атрибуции это вопрос не подделки это именно вопрос восстановления атрибуции а говоря о подделках картины то есть когда берется вещь делается целиком с нуля понимаете это тоже иллюзия что подделки невозможно разоблачить подделки дорого разоблачать то есть чтобы почему многие люди влетают покупая большевые картины потому что им например приносят одну экспертизу им не хочется тратить деньги чтобы взять сделать независимую экспертизу еще вот у этого человека у этого еще экспертиза что-то сделала химия и рентген и инфекрасный и на глаз посмотрел специалист именно по этому художнику это все очень дорого то есть люди такими образом экономят а на самом деле тратят больше денег покупают большинку то есть на самом деле если хочется что-то разглачить это можно разглачить вопрос нрачных ресурсов а надо или нет вот о чем вопрос смотря кому то есть музею конечно надо а если сейчас на коллекционер все хочет дома иметь что-то красивое то это вопрос личного решения музея музеи как социально приточения знаний как объект который учит нас искусству как университет он обязан давать правильное знание обязан давать правильную картину сейчас вопрос джапон простите пожалуйста все-таки микрофон уважаемые коллеги можно подойти и продолжить ваши вопросы у музеев есть миссия миссия образовательная и именно поэтому вопрос подделок который оказывается в музее он такой болезненный я читала статью что джапон неизвестно какая висит ловри настоящая или нет поэтому вот то что задала я это от усоведов слышала что некоторые выступают за то что может быть приравнять картину пускай не стоит что подделка что настоящая по одной цене а тогда получается и не надо там очень высокого уровня подделка то и что там выяснять настоящая у джапон есть проблема она как английская королева она слишком на виду она постоянно работает то есть на самом деле фактически на джапон невозможно посмотреть она за стеклом там толпа и насладиться тем подлинная она или нет нормальный человек не способен поэтому если музей Лувра решил что там лучше показывать подделку то это как вопрос с двойниками Путина ну не способен разорваться на все мероприятия приехать ну значит вот так вот происходит то есть джапон сама по себе уже не произведение искусственной силы спасибо спасибо коллеги есть ли еще вопросы если позволите завершаю нашу встречу известно что есть ряд картин которые ну как-то притягивают к себе вандалов и среди этих картин Иван Грозный убивающий своего сына Лирия Бедна вот скажите пожалуйста как вы считаете может быть там частности говорили именно об этом произведении или в целом почему именно те или иные произведения искусства так настойчиво привлекают внимание вот этих вандалов идиотов или воров ну эти произведения они особенные то есть каждый экскурсовод знает что вот в этом зале такая-то картина всегда привлекает особенное внимание что перед этой картины чаще всего падают в ум в Третьяковке так как говорят явления Христа народа то есть есть определенные вещи которые имеют определенную силу воздействия это связано часто с их размером и с употребленными цветами то есть Иван Грозный там она большая там где композиция такая что там совершенно значение внимания и в центре картины огромное пятно крови красное и совершенно бешеные глаза то есть она гениальна тем что она концентрирует эмоции она провоцирует да то есть она человека который находится в неостабильном состоянии она выводит в состояние его раскачиваем именно тем что она так сделана то есть именно потому что она талантлива сделана вот этот красный цвет и серые сильные эмоции мимикам ну вот это один из примеров а скажите пожалуйста какие еще на ваш взгляд вот исследуя истории какие работы привлекают внимание привлекают помимо вот таких вот картин которые просто эмоциональные видно гениальные да они сами по себе психически нестабильны есть картины которые всегда привлекают внимание психов просто за счет своей распиальности Джек Омда который там русская туристка кинула сувенир на чашку и повредило стекло ночной дозор который там нет никакой крови нет Ивана Грозного но его там три раза в 20 веке ножом резвой кислотой наливали то есть вещи символы то что на виду это то же самое как нападают на актеров да то есть просто потому что что-то на виду вот появляется человек-сталкер который вот хочет причинить этому вред то есть это связано не с искусством не с силой воздействия искусства как в случае Репина а именно с тем что это такой вот символ спасибо уважаемые коллеги хотела бы обратить ваше внимание что у нас уже время нашей пресс-конференции подходит к концу если есть какие-то еще вопросы пока не вижу хотелось бы завершая нашу сегодняшнюю пресс-конференцию поблагодарить издательство Аистэксмо издательство Бамборы которое выпустило эту книгу и может быть несколько слов каким тиражом вышла эта книга да спрашивали каком был успех предыдущих книг первая книга издательное искусство она в итоге вышла с суммарным тиражом 20 тысяч экземпляров издательство было в шоке потому что у новичка такой тираж мы 4 или 3 раза допечатали в этом издательное искусство Апокалипсис вышла тиражом по-моему 7 тысяч экземпляров мы всего один раз допечатали ну потому что он академический вот эту они зарядили сколько там 7 тысяч вот сейчас я вижу да 7 тысяч но мы надеемся что она такой же не меньше во всяком случае интерес вызовет у читателей они зарядили 7 тысяч и они говорят что как бы уже разобрали и надо ли ставить уже допечатку то есть вот так вот я надеюсь спасибо в таком случае да благодарю вас уважаемые коллеги если у вас возникли еще вопросы которые вы хотели бы задать нашей гости в индивидуальном порядке такая возможность у вас будет благодарю вас всех на этом мы закрываем наш сегодняшний тест-материал